С пониманием того, что все, что происходит сиюсекундно, это будет в веках. А это буквально метафорка. Значит, мы говорим о том, что будет в веках, на меньшее мы не согласны, как и в весеннем. Хорошо, что мы собрались сегодня. У нас немного, но мы идейны, как бы так сказать. Идея эта начинает соперничать с визуальным образом, а может быть, даже начинает и превосходить этот визуальный образ. То есть концепция – это как бы вначале было лобос, или вначале было слово. Слово или смысл. Об этом слове или смысле, которое вначале, которое предопределяет все остальное, мы говорим. А систематизм – это одна из уникальных форм. Сегодня я делал две экскурсии с детьми, рассказывал про систематизм, проводил его сюда. Говорил он о том, что это еще одна попытка соединить науки и искусство. От такой попытки мы сегодня собирались в Покадении художественного плата за течение, как всегда же Science Art. Попытка, которую мы пытаемся реализовать в этом проекте – это соединить способы мышления, которые связаны с экономией науки и искусностью в искусстве. А еще одна форма соединения науки и искусства – это систематизм арта, который привносит в визуальный опыт человечества, каждое слово из них выгоден, приводит на идею систематизма. Чуть приучите, пожалуйста. Да, идею систематизма. Мы систематизируем визуальный опыт человечества, находим некоторые инварианты, можно было бы так сказать, инварианты этого визуального переживания человечества, визуального опыт. Ну, я надеюсь, я такое преддверие сделал. Я с удовольствием передаю слово Дмитрию Гайварову, основателю, одному из основателей, наверное, основателю главного, да? Это вот движение «Систематизм арта». Оно известно только в России, оно известно в мире. Это то, чем мы по праву можем и должны гордиться. У нас не так много поводов для должности, так давайте гордиться тем, что мы имеем. Я хочу анонсировать начало работы жилософского клуба «Московского политехна», который у нас снова будет с Иваном Юрьевым. И я надеюсь, клуб будет успешным, ведет в культурное поле нашей страны, а на меньшее мы не согласны. Главные важные идеи, с которыми мы будем жить дальше, входить в это необычное будущее, ну, собственно, в общем. Будем жить и будем выбирать. Передаю слово Дмитрию Гайварову. Для того, чтобы понять, о чем пойдет речь, сразу хочу оговориться, что, помимо того, что это некий такой лекционный формат, который продолжает удивлять, насколько все внятно и стройно складывается, но также он является неким предложением, над которым мы долгие годы работаем, именно крупной художественной выставки, которая бы могла иллюстративно это подтвердить и воочию предстать перед зрителем. И, соответственно, мы говорим о том, что сто лет тому назад некий конструктивизм, и вот спустя сто лет мы говорим то, что мы всматриваемся на эту конструкцию и замечаем в ней бесконечную систему, системе, системой погоняющей, если говорить вот таким языком русским народом. То есть эволюция научно-образовательного искусства мы подробно в таблицу не будем вдаваться сразу, просто скажу то, что мудрые люди говорили о том, что создавая используют геометрию, и чуть ли не боги, и чуть ли не нас с вами. И истинно в символах, может быть, очень лаконичных, но заложены максимального смысла и понятия значения. В очень лаконичных символах образов. И если действительно посмотреть вот по сторонам, то, конечно же, прежде всего мы замечаем, что сама природа бесконечно является проявлением системы. Будь то солнечно-планетарные космические, будь то системы, замеченные нами и взятые за основу, за некое руководство каким-то технологическим действием, проявлением, то, что мы называем наше с вами народное хозяйство, если говорить простым языком жителя того же самого города или села. И вот этот концепт, заложенный в природе, некой бесконечно кристаллизующейся системы, выявленной в микро- и в макромире, то есть, говоря о космосе, это, опять-таки повторюсь, космические планетарные и солнечные системы, говоря о микромире, то это физико-химические системы. Также то, что является между этим макро- и микромиром, это, скорее всего, то, что в буквальном смысле можно найти на пляже или, так сказать, сруб того же самого дерева, как тоже было замечено и выявлено как некая система отложений тех или иных проявлений природных в микро- и макро- и космос. И это, как ни странно, прежде всего, наверное, каждый из нас с вами. То есть, человек является воплощением множества взаимодействующих одна с другой системой. Кровеносной, нервной системы, опорно-двигательной, пищеварительной системы. То есть, каждый из нас с вами является проявлением систематизма воплоти, если хотите. И мы являемся вот между этим макро- и микро-космосом вот, казалось бы, абсолютно свободными. Но настолько ли мы, как сказать, свободны, или же все-таки существует некая, как сказать, навигационная система, позволяющая нам обрести еще, как сказать, понимание нашей свободы и нашего замкнутого какого-то целостного мира. То есть, в том числе, это также было обнаружено в химии. Казалось бы, что может быть более хаотично в природе – химические элементы. Оказывается, все-таки есть им картография, так называемая, позволяющая, ну, химические, химическая индустрия, да, она превосходит бюджету военно-помощенные комплексы развития, что и государства. То есть, надо понимать, да, и благодаря, собственно говоря, они… Ну, продолжая именно вот о всех возможных различных проявлениях закономерностей природы, мы, в принципе, подходим вот к концу именно этой вступительной части, говорящей о том, что система везде и всю в природе, и каждый из нас является воплощением этой системы. То есть, системные закономерности природы. И… То есть, также я хочу оговориться, то, что, будучи неким таким предложением о художественной выставке и некой такой исторической справкой к этой художественной выставке, нужно заметить то, что это некое такое повествование того, как, собственно говоря, например, следующее наше «А», то есть, вот что я хотел сказать, это цикл лекций. Вот то, что мы сейчас с вами про «Законерности природной» просмотрели, это отдельная лекция, которой мы посвящаем, конечно, больше внимания, детально рассматриваем это все, но мы пройдем с вами по нескольким вот этим лекциям, и они, в принципе, являются некими такими главами нашей исторической исправки для нашей выставки. И следующая глава, мы называем ее предначертания, но, по сути дела, это системность в предначертаниях, то есть вот в тех символах, которые были предначертаны и предназначены позже, может быть, даже стали символами, логотипами, если хотите, образами тех или иных вероисповеданий, тех или иных идеологических умозаключений того или иного народа, того или иного региона, того или иного времени. И вот именно какие-то из них являются абсолютно секретными и непостиженными для, как сказать, обывателя. Но со временем эти знания, они, конечно же, в информационное поле не то что просочились, а над ними ведутся исследования и наблюдения. И в контексте выставки и вот нашего феномена систематизма хочется заметить то, что именно минималистичными символами, во многом, имеющими основу в своей геометрии, были распознаны, замечены какие-то вот эти системные природные закономерности и трактованы тем или иным народом в той или иной идеологической последовательности и взятые за основу для основания, может быть, даже каких-то государственных системных образований. То есть предначертания мистические, они явились корневой системой для позже появившихся наук той же математики, той же геометрии, физики, химии. То есть поиск знания и наблюдения за окружающими прежде всего был вычерчен вот этими вот мистическими предначертаниями и, по сути, явился инструментом и, опять-таки, системой архитектурного строительства, несущего, опять-таки, в себе вот эти вот смыслы некого того или иного природного проявления. Они сейчас очень интересные происходят исследования в этом направлении, вот именно, что же собой являют все эти архитектурные ансамбы, ставшие, по сути, местами, где вероисповедание, где самый сакральный идеологический смысл человека находится в той или иной вере, в том или ином понимании Бога, некой высшей силой и высшей меры. То есть почему мы говорим «природные законы мерности системные», то есть некие законы природные, которые проехтовали кристаллизацию в том числе вот этих всех архитектурных ансамбров. И во времени, если мы наблюдаем за ними, они словно вытягиваются, становятся все выше и выше, они становятся все невоскребами. То есть и прихожане, если это раньше церковь, там, суббор, воскресенье, какие-то там отдельные недели, то дань вот этой, что там, бизнесу или какой-то вот социальной то или иной отдается буквально в смысле в бесконечном своем обороте, в эти, как сказать, минуты покоя. И мы плавно с вами подходим к теме, которая также несет в себе абсолютный концептуальный минимализм, как его академически сформулировал Soluid. Вот это буквально его последнее предсмертное, как манифест, который был написан, и вот он очень, как сказать, емкий, но если бы два слова – это концептуальный минимализм. То есть минимализм и концептуальное искусство – это были две разные категории. Концептуальное – это вот что-то реформа, кто-то что-то отчимучил, вот концептуальное. А минимализм – это вот некие лаконичные геометричные формы. Но последнее академическое словосочетание, которое было как подведено к минимализму, он стал концептуальным, что, собственно, как и подтверждает значимость и смысл государственных флагов, при взгляде на который, там, тот или иной, активируется абсолютно бесконечный объем информационного знания, если, так сказать, человек образован. То есть они именно обладают свойством обозначать общий смысл государства. Все, что в нем происходит – это, так сказать, вот в данном случае, насколько колониальная государственная система является собой вот некий бесконечный плюс, да, вот математический символ, и символ умножения, да, вот тоже косой крест. То есть прибавить и приумножить. И что якобы нигде не заходит солнце в этой империи, да, вот в Великой империи Британии. То есть концептуальные световые геометрические отношения говорят нам о многом, на самом деле. Казалось бы, абсолютно лаконичный простой символ, но он включает информационное поле и создает, так называемую, портографию геральдики. Если обладать этим языком и знать, что имели в виду те или иные господа, те или иные времена тех или иных народов, или вот, например, в нашем государстве, да, то есть бизнес, да, так называемый, ну, соответственно, это позволяет нам, если нужно притормозить, если нужно понимать, что будет извилистый и тупик, то есть символы диктуют нам правила игры и нас предупреждают о ухабистой дороге, да, если говорить языком дорожно-транспортного вот такого вот правила и символов. Ну, а политическая карта мира, да, окрашенная в различные цвета, и опять-таки возвращаемся к диаметрическому минимализму государственных флагов. То есть это тоже отдельная лекция, мы на ней также останавливаемся более подробно и детально изучаем, как сказать, язык, в котором всего лишь сто лет тому назад воспользовались наконец-таки художники. Вот что случилось сто лет тому назад с так называемым русским авангартом. Вы представьте себе, столетие за столетие, тысячелетие за тысячелетие, художники свисовывали с натуры на фюрморт портрет-пейзаж, фюрморт портрет-пейзаж. Я, конечно, делала это там в своей какой-то более изощренной технике, но всего лишь сто лет тому назад художники обратили внимание, что некий язык геометрических символов также является ничего себе художественным образом, который несет в себе ничего себе смысл, который, используя в живописи на холсте, для следующих осведомленных, очень узкий круг и тонкая прослойка, если говорить языком образованных, как сказать, осведомленных, да, внимательно. Ну вот, собственно говоря, наши русские авангардисты, почему это же на самом-то деле была реакция художников на переход от ручного к механизированному труду во всем мире, это был мировой авангард. То есть чертеж, то, что позволяет сделать машину, так сказать, механизм, он, конечно же, позволил вдуматься в смысл геометрии, что же такое используют испокон веков те же самые, да, мы не забыли с вами, мистические предначертания, а не авангардные, да, вот так вот, если говорить языком живописи. Но тогда это не считалось искусством. Искусством был натюрморт пакет пейзаж в том или ином виде. Мистические предначертания являлись для избранных, это же вообще даже не узкий круг и не тонкая прослойка, это были единицы. И всего лишь сто лет тому назад это вошло в язык живописи. И вот мы с вами стали свидетелями русского, как сказать, русский авангард. Почему русский авангард? Наши заотечественники наиболее, как сказать, близко к тексту, наиболее точно, может быть, даже сформулировали, вот отличие, может, от каких-то других авторов. Но это был мировой авангард, но особенно ярко он проявился в смекалке художников наших заотечественников. Ну, вот, собственно, это тоже отдельная тема. Мы останавливаемся на ней очень скрупулезно и детально. Но, собственно, сейчас затронув ее, мы должны понимать то, что спустя буквально 50 лет на другой стороне планеты флаг так называемого русского авангарда. Ну, авангарда вообще от концептуального геологического минимализма был подхвачен школой так называемой экспрессивной абстрактной школы Нью-Йорка. Нью-Йорк Абстракшн. Нью-Йорк Суго. Экспрешн Абстракшн. То есть это вот, если говорить на английский, это влияние авторов, которые на тот момент жили и чувствовали мир именно, вот как вы сейчас видите вот в таких вот картинах. Они были взяты под крыло очень серьезных бизнесменов, ушедших из бизнеса в культурологию государства и старшие сформировавшие именно государственную культурологию в государственной системе. То есть это был... Это была провозглашена официальная культура государственная, на секундочку. То есть именно художники стали локомотивом официальной государственной культуры. На период времени... Сейчас видите, на какую следующую официальную государственную культуру я сменилась. Но на тот период времени именно абстракционисты были построены серьезнейшие музеи, были сформированы необыкновеннейшие коллекции. То есть я уже сказал то, что крупный очень бизнес отказался... Продает его полностью с молока и не выходит в культурологию государства. Создает образность достаточно молодого государства Соединенные Штаты Америки. Безгоду 150 лет там на тот период было и... Ну, как сказать... Кто изобрел в США, да? Великая Британия. Уж они-то знают, что такое сформированные коллекции, построенные музеи и... Пустившие порни во весь мир колониальные государственные системы. Мы уже с вами обратили на это внимание. На примере их флагов, да? Прежде говоря, о минимализме концептально-минималитных госфлагов. Ну и, собственно говоря, возвращаясь к Неверской школе, к экскрессивной абстракции. Вот, ну, собственно говоря, это были довоенные, военные, просто военные годы, вот, прияда авторов, сформированные коллекции, построенный музей, мощнейший. Позже построенные корпуса, вот, например, вот эта вот коробочка, стоящая чуть за основанием корпуса музея Гидентайма, она была построена, потому что уже не было места для хранения формирующейся, бесконечно выполняющейся коллекции. Собственно говоря, Нью-Йорка превратился в город... Ну, как сказать, это пристанище художников со всего мира. Это художники, мы художники, и, конечно же, они разные, безусловно, авторы. Но именно авторы 50-х годов, сформированные под идеологическую, если хотите, она, это, в принципе, культурология, но она стала иллюстративной идеологией, неким стилем жизни, если хотите. И мы, как сказать, по любому же искусству, мы читаем о том или ином народе, того или иного региона, того или иного времени. То есть нам стоит взять скульптуру или картину, и нам очень много может поведать те или иные предметы искусства. То же самое случилось и записало в истории человечества именно за Нью-Йорком этот период времени. Спасибо, собственно говоря, в том числе и тем, кто это поддержал. Ну и, собственно, мы с вами переходим к нашим дням, где абстракционисты пришли уже, ну, совсем лаконично. Вот он так называемый, вот я уже прежде говорил, был продиктован манифест автором. Одна из, вот тоже его работа. «Солк Юй». Вот тоже его работа. Вот представьте себе, вот мы сейчас смотрим, что она может нам рассказать, да, вот эти вот какие-то страники и полосочки. На самом деле он взял вот тот вот в Великой Британии флаг и разложил его просто по полочке. То есть плюс лёг, так сказать, в свои две нижние, и умножить лёг в свои две нижние, да. И казалось бы, ну, очень просто. Но для тех, кто знает, что скрывается за этими структурами и за этими крестниками и ноликами, ну, вот это, собственно говоря, и подтверждается всё аукционными зашкаливающими продажами на торгах осенью и весеннюю по всему миру в Сотбиске. «Вести Стилепс» – это тоже отдельная лекция. Мы читаем по именно экономической стороне вопроса и как они именно эти крестники нолики обходят убившихся, там, Рембранд или ещё кого-то. То есть кто-то может, так сказать, ну, разные есть трактовки на этот счёт, но мы именно системно относимся к этому и дарём этому отдельную лекцию. Но вот сейчас, закончив момент с Нью-Йоркской беспредметной абстрактной школой, то есть и концептуально-теометричным минимализмом уже нашим, где авторы некоторые из них до сих пор живут, ну, уходят, и вот нужно соцсрочно действовать. Мы подходим к тому, что соцсак, он был противобесом. Как казалось бы нам в нашей советской стране, иллюстративный ряд очень помогал побеждать, строить, созидать. То есть это были мощные иллюстративные художественные образы, создававшие необымновенные тоже и колорит, и эстетику жизнеобитания. И мы... были созданы невероятные, так сказать, шедевры. Космос, да, так сказать, выставочного. Я помню, приехали, привёз американцев на Ваденхаве. Это была реакция, уж казалось бы, из Нью-Йорка, Сохо, Челси, районы, кстати, как таксомоторные гаражи, конвертированные в галереи, улица за улицей, а ведь это нереально, что происходит. Три тысячи людей современного искусства в одном лишь только в Нью-Йорке. Видите их реакцию, когда мы приехали на Ваденхав. Конечно, нам есть чем гордиться, и есть что не то, что возвратить, а душевить по-свежему, по-новому, с новым каким-то прочтением, и, может быть, ещё более близким к тексту, как это сделали в своё время сто лет назад наши соотечественники, русские авангардисты. За что нас, несмотря ни на какие предписывания нам приглашения, уважают во всём мире русский авангард. Это до сих пор является феноменом, давший миру стиль дизайна, архитектуры и культуры последних столетов всему мировому цивилизованному сообществу. Ну и мы плакаем к вам ещё одна из лекций в нашем цикле, в котором мы рассказываем про вторую, пришедшую на смену в Нью-Йоркской абстрактной школе официальную культуру, именно художественную официальную культуру, заметьте. То есть во главу, опять-таки, локомотивом был поставлен не театральный искусство, бродвей, как мы знаем, да, насколько это расцвёл, не кинематографическое берегу, мы тоже все знаем, на что гораздо, так сказать, авторы, не музыкальная культура и не литературная. В очередной раз во главу локомотивом становится художественная культура, и в данном случае она становится более доходчивой для зрителей, и её называют популярной культурой. Это уже не язык, может быть, там, совсем из бродвы, кто там, папа, мама, дедушка с бабушкой, создали государство и дети передали по наследству, и ты совсем не что-то, что там аристократ, а неизвестно вообще, где. На какой планете проживаешь? Это была реакция на тот лучезарный космический соцреализм и соцарм. Это более доходчивая форма популярного американского искусства, которое, как ни странно, переиграло таких наших, вот этот Советский Союз и вот эту всю нашу изобразительную, сопровождающую культуру. То есть прямого столкновения, вот именно войны между Советским Союзом и Америкой не было. Если вы помните, долгие годы сестерения противостояния холодной войны, так называемой, именно война образов. И вот именно эти образы, и, может быть, это же обилие этих образов не только на холстах, а вообще на полах. То есть, ну как вы представьте себе, на нашей стороне планеты была создана одна за другой дверь мировой войны, да? Вот уж навели тут нам беспорядка. А здесь, конечно же, это все... После этого, так сказать, бардака пришли, взяли попросили, и, как сказать, взятые в кредит деньги купили у другой страны планеты, да? То есть они, конечно же, создали в плане той же самой легкой промышленности, которая была у нас не совсем такой, так сказать, сильной, и где-то полки действительно были... То есть бананов, как сейчас, везде в водоросных магазинах, не было на полках, безусловно. А у них... это не боялись проявлять, и где-то очень страшно, и, вот что называется, с пузырьками сладко. И все это на холстах большого размера, и все это усиление построено, и заполняет стены, и образ жизни показывают... Вот у нас, может быть, действительно там настоящие бросались на образу, и одну за другой, так сказать, там, спасали. А у них образы созданные, вот комикс, да? Но на холстах и пули отскакивают, и... и официальной бумагой, так сказать, самой стабильной становится, и на холстах так же отрисовывается, и все остальное, якобы, нестабильно. Ну, вот потому что мы не умеем там, не справляемся. Конечно, нам помогают, но... Это все, так сказать, не без... как сказать, экономического умоза, да? И... Вот эта отдельная рубрика тема именно экономических стран вопросов, мы также на ней очень подробно останавливаемся, в одной из наших лекций. Ну, и говорим о том, что мультидигейное искусство, но также сейчас... Я... как же теперь это сделать? Есть. Может, это не совсем компьютер? О, все, отлично, есть. Так. И вот мы сейчас с вами просто проходим, главное, в следующую часть, где мы говорим о том, что из-за рвения, из... так сказать, из... некого такого... некого такого... абсолютно... незаслуженного... то есть, вот это мы с вами уже все посмотрели, мы быстренько пробегаемся по этим всем, то, что это все, может быть, не случайно нужно вот так сделать сейчас, чтобы у вас освежить память, да, о чем мы уже с вами заговорили, и где мы имели место, наблюдали, как она проявляется. просто здесь, именно в этой презентации, есть то, чем я должен продолжить сейчас нашу вот эту с вами презентацию. А именно... мы называем это наши циотические и неоконструктивисты, вот, можно сказать, пост-конструктивисты, но мне больше нравятся неоконструктивисты. и они... вот я знаю то, что можно добавить, потому что мы... до сих пор знакомимся с ними, то есть, они... кто-то, кто-то знает, с кем-то мы даже уже провели выставки, и... выехали даже за границу, так сказать, лицо государства показывали, что не только у нас здесь в искусстве, но и есть нечто неоконструктивное. Вот я быстро... может быть, слишком быстро... слишком, да? Помимо... не обернутся, извините, я просто заговорился и... пальцем... вот... Вячеслав Калючук, да? Могу остановиться на этом авторе, потому что с ним мы сделали несколько выставок, и... я считаю, абсолютно незаслуженно... то есть, вот... он скрывает это, например, да? Но вот эстетика фильма... если вы помните фантастического фильма, странного очень фильма, но его, если кто смотрел, то он стоит перед глазами, образами, какими-то артефактами, кинзаца. 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 Это Вячеслав Калючук. Вот все, что вы там видите, не оказалось, безусловно, да? С какими-то, так сказать, вот... Ну, вообще, да? Что там был за инвентарь? Это вам не Голливуд там, да? И... И... Насколько до сих пор, так сказать, этот курс сдается в образы, настроения эстетикой Вячеслав Калючук? Выдающийся автор современности. То есть... Францис Кинфанта. Это была вот тоже такая выставка, как-то их всех тоже собрали, кураторы, и нам сказали то, что... Вот вы в свое время нам показали всех этих авторов, они действительно не так известны у нас в стране. И вот их сейчас как-то собирают, и вот это все это то, что является неоконструктивизмом, предтечием систематизма. Вот именно уже наблюдения системных закономерностей и их, может быть, даже каких-то неконструктивных решений, показаний, да? Но мы дружим, и, слава Богу, с кем-то уже встретились, познакомились и общаемся, с кем-то вот только недавно встретились, познакомились, общаемся. авторы по-разному видят этот минимализм, да? Именно концептуальный минимализм. Так, и сейчас, для того, чтобы мы с вами могли перейти именно к рубрику, где мы с Андреем, чем мы занимаемся, это, наверное, правильно, вы так все это делаете. Быстро пролесну здесь. Это мы с обещанием, он был здесь на первом, ну, как раз вот эти вот, в зале висят те же самые темы, которые мы поднимаем в своем творчестве, но именно уже нашей живописи на холстах, и, слава Богу, мы делаем какие-то успешные выставки, и, слава Богу, МГУ, Академию наук, Министерство культуры, все. Осталось только чуть-чуть потеснить школу протеста, и, может быть, даже где-то синтезировав с неоинструктивистами, вот с тем, с тем, и вот сейчас это даже если бы проводят, мы могли бы с вами именно сделать а почему не официальную культуру государства или государства. Тем более, что есть проект, вот в том числе, вот этот внутренний мир художника, да, а если его мультимедитно в серьезном масштабе с мощнейшими технологиями, где-то даже просто вставили вращения просто их страшно отдавать куда-то, вот, в общее пользование, а их можно использовать вот где-то вот в этом формате картины-панорамы, да, мира, если хотите, потому что картины-панорамы войны, правопролития, сражения нескольких Бородинского, Градской линии в Молгограде, там, с обороны Севастополя, они есть. Это панорамы, это картины-панорамы, но это картины-панорамы войны. Да, это было, и это нельзя забывать, это должно быть произвести, но почему не картины-панорамы мира? Отлетают на орбиту и наиболее выгодную точку зрения смотрят на поверхность земли, и вот мы предлагаем сделать, в данном случае изученную версию, это павильон мироздания, там, в таблетке могут быть, там, выставочные какие-то, метражи, конечно, менять можно экспозиции, а именно внутри этой сферы уже, да, мы с вами можем, хотите, компилированную версию, там, сеансы какие-либо, в течение дня, может быть, как в планетаре, да, как в кино, в кинотеатре, ну, только мы, там, смены дня и ночи, на полтора часа, для каких-то, там, желающих приобрести, там, заумеренную сумму, где-то льготную даже, берите, и спокойно посмотреть, вот, поворотом головы, то, что с крепким здоровьем и с большими деньгами нести на орбиту, так сказать, запускать, посмотреть на это, и то, все равно, ты это видишь одну лишь только сторону, вот, беда, так сказать, орбитального, наиболее выгодного, наиболее выгодной точки зрения наблюдения за поверхностью земли, заходя на арамы мира. Для того, чтобы увидеть другую сторону планеты, теперь нужно улететь от этой. А в нашем случае, в буквальном смысле, оказывается, то есть, что мы сделали, да, мы взяли сферу с фактурными материками, мы открыли ее сначала в эту выкропку, которую, собственно, на Лидерина, да, глобус другой сделали, открыли ее выкропку и закрыли ее в другую сторону, то есть, мы вывернули, поменяли это примерно и знали, вывернули, да, change the world. И в буквальном смысле не только вот такое красивое идеалистическое выражение поменяй мир, новый мир, внутренний мир, в буквальном смысле. Вот нет аналогов, ну, в смысле, есть там, в Бостоне тоже организация там, якобы, абсолютно себе, но у них там совершенно подобные, сделаны там, несколько, сотни с лишним лет тому назад. В нашей жизни, если сделать вот подобного рода, именно проект, который может, например, стать актовым залом мирового центра науки и искусства, то есть, ну вот почему, например, построил архитектурный ансамбль мировой центр второго, ну да, там вот его разрушили. В полгие годы он стоял в силу миру, так сказать, занимался законотворчеством, вообще, я бумага, сотрудник, и всего, да, и куда-то, так сказать, приходите, если что занимать, после вашего там, очевидного, противостояния. То есть, а до сих пор там, кстати говоря, стоит мировой центр финансов, это архитектурный ансамбль, World Financial Center, World Shake Center, как сегодня, World Art and Science Center, и почему не в Москве, например, да, ну там, или еще в каком-нибудь месте регионе страны, которым нужно, например, обучивить, и добавить туда. То есть, архитектурный ансамбль может быть даже не обязательно шарообразной формы. мы сейчас пришли все-таки к тому, что это совершенно спокойно по Платону мы выдержали треугольник пирамиды, круг, сверх, да, вязал вот картин планомера, а все-таки главный корпус, вот по этажам походить, представительские, филиалы, офисы, крупнейшие, представьте себе, фонды, банки, корпорации, университеты, галереи, музеи со всего мира, если мы вот так и просто предоставим метраж, там богатит свой, пожалуйста, ставьте там, не забывайте брошюрки раздавайте, уже они будут курсировать, выставками, так сказать, родировать, заполнять. У них это уже даже, я знаю, достоверно, в нескольких экземплярах богатейшей коллекции повторены, копии, и если что, могут появиться в нескольких местах одновременно, то есть корпорации, крупные, это стейк-бизнес, государственный, а зачастую переходящие все дорожки чаще, которые вот подходят, может быть, даже к какому-то мнению. Мы также говорим о том, что почему бы не, если они говорят, что там мировой союз, глобализация, давайте, давайте, работайте, и можно сделать нечто интересное. Ну и вот, я вам показать, а, лучше, у нас время-то есть, или вам уже есть? А, подожди, у нас всего лишь час 15 прошло, да? У нас как минимум 15 еще есть, и все. А, вот, значит, это цифровая версия вот той же книги, одной из наших книг, где мы также говорим о том, что усеченные версии павильон мироздания, можно его поставить, знаете, как, у нас здесь регионов много в стране, и даже есть программа, ДНК, они вызывают, турируют министр культуры, и еще несколько господ администрации президента, дома новой культуры. И уже даже, так сказать, было такое, что, чтобы это не было еще, так сказать, с какими-то колоннами, там, а что-то такое, оно свежее, желательно, да? И почему бы не, вот в данном случае, вот мы говорим, то, что тот же любой губернатор поставил себе такой павильон мироздания, это будет уникальная площадка, где просинтезировать можно, очень интересно, там, не уедут из региона, там, кто-то сидит дальше, продолжат там чуть-чуть съездать, простимулировавшись. А, если крупным, действительно, центром, типа Москва, да, может ли Москва стать мировым центром науки и искусства? Ну, так вот, для всего мира, неким таким вот мировым центром науки и искусства. Где науку и искусство, вот, где центр в мире такой науке и искусстве? В Москве, вот, там стоит это здание, там, как бы, одного дня было мало, он должен, как минимум, на недельку в Москву приехать, выходить по этажам посмотреть, и, вот, интересно, что в сфере мироздания, как и на программе мира, это, может быть, как, компилированная версия, вот, как вот кино показать, да, запись, а можно и прямое включение. сейчас разрабатывается Роскосмосом технологии, где спутники синхронизируются, все висящие на орбите, это специальный такой лазерный коннекшен идет, и вот, буквально, в смысле, то, что гугл отдохнет, это будет картинка, сначала, как минимум, выведут на экран, прямоугольный, этого до сих пор нет, а дальше, если мы, вот, дадим возможность сфере мироздания, принять на себя такую ответственность, ну, и вот, мы говорим о нашей концепции систематизма, которую, вот, аналогами исторической справки, и то, чем мы, собственно говоря, пользуемся. Прежде всего, мы акцент делаем на навигационной системе, каждый из нас выданному, это, вот, как сказать, часть нашей нервной системы, да, вот, я говорил, то, что мы проявление, существенное проявление этого сгустного систематизма, то есть, мы систематизм уплотили, и вот, не из-за ремонта в навигационной нашей нервной системе, это, глаза. Если, не прищуливаясь, не моргая, не стильно, очень, целеустремлённо всматриваться, и использовать их, для того, чтобы, может быть, даже, как ключики, да, и найти, вот эту, замоченную стважину, вот, если она существует в природе, там, может быть, вот, где-то подсказывается на пьемо ночи, вот, бесконечно, там, образами, как мы их там называем, части, солнечной системы, планетарной, уже заметили, выявили, типа, вот, типа, соображения. А то и, например, тело движения в человеке это найти, эту систему. То есть, как ни странно, где бы там человек ни родился, он в течение своей жизни какое-то количество времени лежит в горизонтайне, сидит, вот сейчас многие из нас, для того, чтобы пойти, он нужно, встать. Он пошел, побежал, и дальше, точки опора меняется, висит бесконечно по-разному человек, в жидкости плывет, в воздухе летит, редко алфавит. И интересно, это буква алфавита тело человека, тело движения человека, в бане, лаймич алфавит, есть такое выражение от фриска. Это танцующее тело. Вот оно там уже проявлено, все выполнения прежде перечислены, в том числе цифровного плавления, так сказать, парашютного спорта. полетов, да. И вот это некая матрица систематизма, которая в своей вот такой таблице навигационной позволяет нам разбираться и складывать, хотите, законы природы, какие-то предначертания наблюдения, его вначале за эти законы природы, вошли в трансформировку в такие и государственные системы. И как это последние сто лет появилось в русском авангарне, в нью-йоркской школе и в концептуальном минимализме нашей жизни. сегодняшнего дня мы уже с вами историческую справку быстро послушали. И вот эти наши умозаключения мы живописные живописные отображаем на холстах. в ростах. Вот я позволю себе это еще выключить свет вам как это смысл смысл да вот вот эти наши вещички которые говорят о видимом и невидимом да у тех электромагнитных торсиолых полях и о тех а концептуальных геометрических символах прежде замечены листиками взятых за основу авангардистами нью-йоркскими абстракционистами ну и вот вот если помните я вам рассказывал как он разложил по полочкам британский прибавить, приумножить. Мы тоже какие-то свои разработки держим в контексте геометристики, вот если говорить языком художественного слова. Да, вот Игорь, приятно то, что сейчас я, соответственно, быстро пришел к последней части нашей сегодняшней презентации. Так, вот как нам это делать, чтобы это было на экране? А, вот, хватит. Да? Да, и это вот, ой, че. Приятно. А можно мне помочь, вот, чтобы вот эта картинка, где-то там, здесь, там, сюда сначала, и где-то вот в какой-то ветер, чтобы, а, вот, сейчас она здесь. Вот это тогда. И они возвращаются. Отлично, что же мне нужно? Спасибо. Вот, и, значит, это последнее наше такое издание, где мы, собственно, говорим о том, что систематизм арт, вот именно как не феномен систематизма, проявившийся с природой и подмеченными листиками, и взятые, там, в жире до сини, абстрактные художественные художественные последних столет, а именно вот систематизм арт, который мы... Это направление изобразительного искусства исследует системные закономерности, применяя геометрический символизм, когда если вот прям совсем коротко-коротко рассказать об этом. Слава Богу, мы встретили Валерий Светлановича Черчина. И десять лет он говорил, что он смотрел, с какого начать формировать лекцию, если это научно-исследовательство изобразительного искусства, при МГУ, чтобы это было в музее, где открыли новые корпуса, метражи, но это был последний его аккорд, взаимный так, он пробил там, когда расходили все звездные метражи и сделали крупным там, квартальным выстрелом, но это был он в жилой жизни, и это был последний его проект, про все это дело, вот никогда нам позвонили из СБУ, Сергей Павлович на тот момент был деканом исторического факультета, где Валерий Светланович Турчин был деканом, не деканом, Кахов был деканом на факультете исторического, а Турчин был завкафедрой. Валерий Светланович Турчин был деканом на факультете исторического факультета, и мы говорим о том, что вот эти символы системных языков, вот этих вот, будь то дорожные знаки, будь то государственные флаги, будь то героника каких-то гербов или система символов в литературе, или задуфор, или математических символов, или музыкальных символов, системы символов, то есть нон, героника. В спорте эти однозначения, они все очень геометрично и символичны, ну и, собственно, вот мы так раз подходим к тому, что русский авангард, нью-йоркская школа, что вот русский авангард – мировая работа, нью-йоркская школа, мы с вами уже проходили всяких характерах, вот они все, как бы, проявились в своих системах, и даже тот же ОПА, и неоконструктивисты, и мультимедийное искусство, тоже все в полях, это непростые, все характеристики, это серьезные авторы, наверное, мощнейшие их работы, которые, так сказать, взбудораживают мировое общество. Ну и вот архитектура, да, систематизм за архитектурой – это тоже объединенная тема, мы в наших проектах мирового центра подходили. И вот я вам выставку покажу вам картины, которые недавно достаточно были созданы. Мы их уже даже какие-то свозили в Люксембур на выставку, тоже спасибо министерству культуры поддержали нас. И вот несколько работ из нашей, так говоря, достаточно свежей коллекции по-быстрому с вами проявили. Ну то есть мы бесконечно ссылаемся к этой… Платонские тела, трубы, треугольниковые квадраты, они, конечно, помогают нам создавать систему. С ними все становится становится лучше. Да, вот фрактальная наша модель систематизма, вот она представлена в том числе вот этой третьих основной тряга. То есть, что должно обязательно быть обозначено то, что свойства систематизма, они подмечены вот, например, в самой свежей трактовке философской. Это целая книга профессора Борзовой выпущена, где она подходит общий систематизм, то есть книга так называется, Триада Ногия. И чисто по обновлению, достаточно посмотреть, чтобы понять, что любой народ, любого времени, любого места, его цивилизационным кодом была та или иная триада. И просто записана в класс истории всего человечества. В том числе, естественно, так сказать, и в нашем православии христианстве. И вот об этом говорили наши матерцы, то, что свойства систематизма – это триадологичность. То есть это зачастую является основным свойством. Ну и вот наше предназнание, о котором я уже не так даже говорил, и мировой центр. То есть вот если в своё время на другой стороне планеты, так сказать, нашим партнерским государством, Современные Штаты, да, Нью-Йорк стал таким центром науки и культуры, ну даже, назовём это больше культуры, финансов и торговой. То есть, если прям совсем, как это, чем я стал учить, я говорю, что в буквальном смысле архитектурный аксамбль был, в мировом центре торговли, в трейд-центре, в World Financial Center до сих пор стоит. И свыше трёх тысяч дарелей только лишь одного современного искусства в одном, лишь только для неё, ну надо понимать, да, то, что там культуры дружат. Если это, например, всё-таки город Москва, если это наша столица, у нас в стране, может ли у нас появиться такой архитектурный аксамбль с таким названием, лаконично внятым и понятным для всего мира? Тот же самый перевод – World Park and Science Center. И это у нас в Москве, вот где-то мы пошли погуляли в парк Горького, где-то в Ладенка, а там, может быть, уже и мировой центр посетить можно будет, потому что тому есть, на самом деле, очень серьёзная геополитическая и геоэкономическая суровая необходимость, если быть до конца отправленным. Ну и, собственно, вот какие-то наши прежнепроведенные выставки, слава Богу, дают нам возможность это говорить уже абсолютно без ложной скромности, такая скромность. Это, кстати говоря, была выставка, посвящённая столетию написания Мариевича «Чёрный квадрат». И мы участвовали в такой ситуации, но порой достаточно интересно выставки, и со всего мира автора этого покадения наук мы сделали в архиве выставок тоже. Однажды раз пригласили из МВУ, где мы проводили выставку, на сваре дисциплиночной причины вот здесь, вот это было выставка. Да, вот зал МВУ людям интересная уверенная вещь. И вот необыкновенные ключи, просто… Первая наша встреча, он долго не мог бы нам… Там, как получилось, нашу одну из языков, которую я вам уже прежде показывал на экране, вот она попала в руку. И он сказал, срочно отбежите встречу. И долго мы не могли встретиться, он всё болел, как-то всё вот никак не могли встретиться. И, наконец-таки, он приезжает на мастерскую. Восемь часов. Первый раз мы встречались с Турчаным, провели, и сверяли, что называется, часы, да, до нашего ответа Ченгалера. Ну, вот какие-то метражины осваивали, создавали какие-то такие галереи и лаборатории. Это вот в Люксембург мы съездили. Достаточно интересно тоже было посещение нашей выставки принца этого Люксембургского, или премьер-министра Люксембургского, который подошла к этому. Мама очень такая, очень-очень-очень пожилая такая женщина, и которая вдруг сразу начинает после английского говорить на чисто русском. Как выясняется, они отпрыски Рахманина. И они вот, то есть, премьер-министры. Ну, очень, так сказать, как-то не совсем, как оказалось, когда подошёл позже к принцу своей, вот, последний принц и своей супругой. И так остановились, он начал просто слушаться каждое слово. Благодаря английскому владею в совершенствовании, ему возможно не видеть, тут же их привлечь внимание. И этот премьер-министр отработал, так сказать, вот, так было. Политика, политика. Мы русские на тот момент, мне казалось, их были очень радикальны в своём, так сказать, систематизме и конструктивизме. Ну, тем не менее, всё очень было достойно, мы с ними подружились, и нас ждут, вот ещё раз, и приезжайте приезжайте в США. Ну, и в конце нашего с вами я прочту стихотворение, которое стало сейчас сейчас, вот оно в конце нашей книги, но мы его переносим вот в окончательной версии тиражного издания, и оно будет эпиграфом, где выдающийся поэт современности написал, он много написал уникальных стихотворений, но именно вот по систематизму, он мне сказал достаточно подробно. феномен систематизма эффективен, урбокомплекс, вибрационизм, абсолютно синхронизм активен, моно-пьё, моно-бог, наука, искусство, систематизм. Ну, вот как-то вот так. И, собственно говоря, благодарю за внимание, спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ровно полтора часа. Дмитрий. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ